коллеги приветствую я александр молчанов и это очередное второе занятие нашего онлайн тренинга технология бестселлера если вы меня видите если вы меня слышите то пожалуйста напишите в чате как меня слышно как меня видно пока вы подключаетесь запускаетесь пока вы пишите мне комментарии минутка рекламы друзья мои продолжается набор на онлайн курс роман в нашей сценарной мастерской и собственно я вижу что скорость скорость поступления новых участников в общем то примерно такая же как и как и обычно даже мне кажется может быть чуть 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 побыстрее потому что все таки надо понимать что нынешней ситуации иметь место где укрыться головой и провести какое-то время с пользой для себя это бесценно если вы если вы живете сейчас не в россии я настоятельно рекомендую оплатить и планируете прийти на этот курс я настоятельно рекомендую сделать это сегодня или завтра поскольку с 10 числа будут закрыты платежи из-за рубежа по всей вероятности я думаю что через какое-то время это наладится либо мы какую-то схему придумаем провода этих платежей либо еще что-то произойдет но тем не менее учитывая скорость того как разлетается курс я думаю что к этому времени уже возможности на него попасть не будет все время друзья каждый раз когда заканчивается набор на курс мне постоянно начинают там десятки людей писать которые не успели поэтому если планируете то не откладывайте это дело на потом а скорее скорее зарезервируйте место ну резервом считается не подача заявки естественно друзья а оплата оплата заявки поскольку просто заявки я не учитываю так да всем привет друзья поздравляю женщин с международным женским днем не хорош не хорош я в формулировании поздравлений поэтому вот как поздравляю как могу но мы с вами работаем мы с вами мы с вами продолжаем так да но у нас мы все я с youtube а так удобнее мы все сейчас youtube а сейчас трансляция идет только на ютубе раньше я еще дублировал трансляцию на фейсбуке но сейчас в этом большого смысла нет хорошо мы мы сделали с вами первый шаг мы с вами начали работать над вашим будущим бестселлером и первый шаг это посмотреть в лицо своему читателю да то есть представить кто такой будет ваш читатель я понимаю что сейчас это ну такая немножко такое теоретическое упражнение поскольку мы не знаем ни какой он у вас читатель да то есть мы не знаем ни чего он хочет но наша задача хотя бы ну сделать в этом направлении первый шаг потому что поверьте друзья мои вы уже сейчас сделали для написания своего бестселлера гораздо больше чем делает там 90 процентов читать писатель то есть люди пишут свои тексты не думая о читателе вовсе и в результате да то есть думать только о том чтобы высказать свои какие-то мысли и в результате получаются тексты которые никому не интересны что если я вижу читателя одним а окажется что он совсем другой очень хороший вопрос давайте я отвечу но дальше вопросы мы вязнуть не будем вы мне потом в конце все все вопросы зададите естественно когда появится ваш читатель он будет другим но само наличие вот этого читателя да хотя бы воображаемого она уже меняет точку до точку зрения потому что вы уже начинаете смотреть на ваш текст глазами этого читателя и видите в нем то что в обычной ситуации люди на своих текстах не видят не замечают хорошо давайте мы я вам немножечко по задаю вопросы по вашему домашнему заданию вообще сегодня буду много вам вопросов задавать и мне от вас нужна активная работа давайте так вот вы увидели своего читателя вот вы представили своего читателя скажите мне пожалуйста в чем главная проблема вашего читателя вот у вас есть какой-то образ человека образ читателя вот в чем его главная проблема жду пишите те кто будут проходить урок в записи пишите комментарии в комментариях в комментариях к уроку поскольку чат уже будет закрыт так не умение читать а каким образом книга решит проблему не умение читать кризис среднего возраста отсутствие разнообразия неуверенность в своих силах возможностях нежелание читать нежелание читать дети дислексики понял да военные принято недооценка самой себя боязнь жить страх будущего не раскрылся как личность много рефлексирует мало действует недоверие одиночество хочет отвлечься от мира и будет читать мою книгу так а что так можно было не не понимаю каким образом эта проблема потерянность в мире нужна энергия на действие одиночество у те от обыденности незнание себя отказ от своих сил поколение z не очень представляет свое будущее живет один днем не может сконцентрироваться чтобы получить информацию расхлябанный ленивый так возраст серьезный дети выросли страх одиночества ненужности так тоскует по минувшим временам ощущение волшебства это не проблема смотрите проблемой что является убежать от реальности а проблема здесь где неуверенность неуверенность в себе смелость изменить свою жизнь к лучшему неумение контактовать так галина не буду зачитывать все то что вы написали не является проблемой ей нравятся книги о жизни в ссср когда она была молодой ей надоели фильмы ужастики с драками выстрелами ей хочется вернуться и вспомнить свою молодость что из этого проблема это не проблема то что вы описали желание чудо желание сказки тоже не проблема понимание себя и жизни не выглядит как проблема ведение эмоций от того что кто-то может то я могу опять ребят это не проблема вот то что вы формулируете не является проблемой требующие решения если не готовы пока сформулировать да то вам вопрос на подумать какая главная проблема у вашего читателя и дальше мы будем так неудовлетворенность в жизни не понимать что происходит не умение страх жить в реальном мире отлично растерянность при столкновении с трудностями классно тревожно и страшно за будущее очень хорошо то что надо очень много людей сейчас сталкивается с этой проблемой отстаивание личных границ и своего мнения у подростка тоже это не проблема нарушение личных границ со стороны окружающих или неумение отстаивать личные границы является проблемой так может ли так быть так что моего читателя нет проблемы требующие решения просто хочет прочитать хорошую книгу а зачем ему читать хорошую книгу если нет проблемы зачем читать зачем вообще делать что-то если нет проблем которая решает эту проблему да то есть сегодня человек для того чтобы человек начал читать книгу ему нужно делать сознательное усилие То есть для того, чтобы посмотреть сериал, человеку сейчас не нужно сознательное усилие, он автоматически в глаза попадает, а для книги нужно сознательное усилие, нужно купить эту книгу, запомнить название, открыть ее, выделить время и так далее, и так далее. Это человек делает тогда, когда у него есть проблема какая-то. Например, этой проблемой может быть страх перед миром окружающим. И решения могут быть разные. Может быть решение отвлечься от этого страха, уйти в какой-то другой мир. И скажем, какие-нибудь книги типа вот этого «Щегла» Донны Тарт. Это роман, который решает эту проблему. То есть это роман, который ты читаешь, больше никакую проблему он не решает. Толстый роман, в который ты сбегаешь от своей реальности и в чужой вымышленной реальности живешь. Вот наш с вами курс, помимо того, что он дает информацию о том, как писать книги и как писать бестселлеры, помимо обучающей информации и мастерская тоже, дает, например, решает проблему отсутствия уверенности в завтрашнем дне. То есть мир меняется, мир меняется тотально, мир меняется каждый день. Мы с вами вчера встречались, вчера был другой мир. Сегодня мир уже совершенно другой. Завтра он будет третий, послезавтра он будет четвертый. То есть мы живем в эпоху перемен. Но неизменным останется одно, что будет мастерская, мы будем писать романы. И вот эта стабильность – это то, что я даю. То есть это решение проблемы. Есть проблема – нестабильность мира. Есть решение. И мир, нестабильный мир становится враждебный. Мастерская – это мир дружественный. То есть где люди, объединенные одним делом, творчеством, вместе создают некое закрытое такое пространство безопасное, в котором мы сидим и пишем тексты. Понимаете? Вот книга должна делать то же самое. Она должна решать какую-то проблему. И чем четче вы понимаете, какую проблему вы решаете, тем четче вы затачиваете книгу на решение этой проблемы. Теперь, друзья, вот определите проблему. Если вы чувствуете, что пока проблема не точно или недостаточно значима для читателя, то, значит, надо подумать по этому поводу. Может быть, поменять ее. Теперь, каким образом ваша книга будет решать проблему этого читателя? Пишем в чате. Моя книга решает проблему проведения своего досуга. Отдыхает человек при чтении. Так можно? Да, так можно. То есть, опять же, нужно понять, вот сама проблема – это что? Вот какова она проблема? Сформулировать. То есть, человек при выборе досуга, чтения. Какая проблема? Например, Романа Кунина. Какую проблему он решал? По сути, та же самая. Это проблема досуга. Но, с другой стороны, помимо досуга, человек испытывает недостаток культуры. То есть, недостаток, условно, ощущения причастности к культуре. То есть, для досуга можно читать Донцова. Донцова – великолепный автор. Что касается литературного мастерства, Донцова равна или в чем-то даже выше, чем Акунин. Хотя при всем том, что Акунин кажется гораздо более настоящим писателем. Но, тем не менее, нужно не только досуг, но еще нужно ощущение того, что ты причастен к некой культурной институции. Решает проблему… Я все вижу, не все успеваю читать вслух. Потому что я понимаю, что… Так, найдет поддержку, отвлекается от страшных реалий. Далее, решает проблему становления личности подростка. Давайте я избранное буду читать. Глазами я читаю все, а вслух буду зачитывать какое-то избранное, чтобы вас не перегружать. Погружение в другой мир, проживание чужой жизни. Расскажу, как не надо относиться к себе. Создам чудовищный образ, чтобы стало явно. Так нельзя. Так. Тезисы по приемам преодоления кризисных ситуаций. Просто и доступно показать, как справиться с чем-то. Тем, что герой с такой же проблемой ее решит и избавится от одиночества. Читатель поймет, что он тоже сможет, раз смогла героиня. Так, очень хорошо. Попробую перекинуть мостик между культурами. Отлично. Убирает страх. То есть, понимаете, да? Это и есть ваша задача. То есть, когда вы будете формулировать для себя, что, как я буду строить свою книгу, что она должна делать. Она должна делать вот это. Вот то, что вы сейчас написали, это и есть задача, которую должна решать ваша книга. Убирает страх неопределенности будущего. Так, испытывает эмоции, которых нет в жизни. Он получает в книге. Так, книга станет здравомыслящим собеседником. Так, 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 так. Обретает внутренний стерженек. Есть. Хорошо. Идем дальше. Вопрос. Вот вы посмотрели в течение этих суток, да? Вы посмотрели на вашего читателя и посмотрели на то, как ваша книга будет решать. Вопрос. Изменилось ли за это время, за эти два дня, изменилось ли ваше представление о вашей книге после того, как вы посмотрели на вашего будущего читателя, сформулировали его проблему и поняли, как ваша книга будет ее решать. Вот изменилось ли за это время что-то. Давайте мы зафиксируем это изменение. Или если изменений нет, напишите. Изменений нет. Все как было, так и есть. Или стало понятно, что, скажем, появилась ясность с чем-то, как зацепить читателя. Так, кардинально. Так, да, и сейчас меняется. Отлично. Нет. И здесь нет правильного ответа. Да, то есть нет. Хорошо. Да, тоже хорошо. Да, потому что у кого-то там уже все. Да, то есть разные проекты на разных этапах, на разных... Разное понимание проекта. Поэтому... Так, возникло больше вопросов. Есть вопрос, ответа пока нет. Отлично. Есть вопрос, это шикарно. Просто вот если есть вопрос, это самое классное, что может быть. Так, окрепла уверенность в правильном направлении. Круто. Так, начало станет другим. Меньше мыслей, больше действий. Хорошо. Друзья, вы читали заявки ваших коллег. Да, то есть читали, я надеюсь, смею надеяться. Видели комментарии, которые ваши коллеги пишут. Видели, надеюсь, то, что остальные писали. Было ли у вас такое? Это не значит, что я призываю вас это делать. То есть писать и говорить человеку, ты неправильно делаешь. Вот было ли у вас такое, что вы видите, что вот кто-то написал что-то, да, и вы про себя думаете. Ты делаешь... Это надо по-другому делать. Да, то есть вот у кого-нибудь бывало такое? Если да, напишите. Да, было такое. Не надо прям конкретную ситуацию описывать. Да, но просто вот, о, да, было такое. Вот вижу, там человек в комментарии пишет, и я про себя думаю. О, так ты это не сделаешь. Если нет, то просто напишите. Ну, нет, тоже окей. Так, да, да, было. Да, было. Было. У кого-то нет. Вот Юля нет. Маргалита нет. Анна было. Денис иногда было. Отлично. Вот смотрите, что это такое. Когда вы видите свой проект изнутри, вы его видите одним образом. Да, то есть когда ты сидишь внутри машины за рулем, ты машину видишь одним образом. Когда ты стоишь рядом с дорогой, мимо проезжает машина, ты видишь ее совершенно по-другому. Да, и скорость другая. Да, то есть внутри ты относительно машины не двигаешься. Да, а когда машина проезжает, и ты стоишь, ты двигаешься относительно машины. Вернее, машина двигается относительно тебя. Вот здесь то же самое. Да, то есть мы на чужих проектах мы видим лучше, чем на своих. И вот смотрите, друзья. Вот я хочу, чтобы вы сейчас это состояние зафиксировали и попробовали таким же образом, вот как вы на чужой проект смотрите, таким же образом посмотреть на свой проект. Такими чужими глазами. Можно сделать это сейчас, можно сделать это потом, да, но просто вот, чтобы вы держали все время в памяти и периодически время от времени поглядывали на свой проект таким чужим взглядом, да, напоминали себе. А вот если сейчас, например, вот другой человек, другой я посмотрит на мой проект и скажет, так, что-то у тебя тут, что-то у тебя тут не то, да. Вот время от времени, во-первых, я сейчас советую это сделать, да, и советую в будущем время от времени вот так на свой проект отстраненно смотреть. Я понимаю, что это непросто, да, но вот понимание того, что ваш проект тоже читали другие люди, и они видели, что вы что-то делаете не так, оно помогает появиться вот этому, вот этому отстраненному взгляду. Хорошо. Это не обязательно делать только, когда книга отлежится. Это можно делать в процессе работы в конце каждого этапа, да. Об этапах работы мы поговорим чуть позже, да, но в конце каждого этапа это можно делать. Идем дальше. То есть время от времени нужно умным, цепким, внимательным и доброжелательным взглядом другого смотреть на свою книгу. Сегодня мы, дальше мы переходим, собственно, к автору, к следующей составляющей бестселлера, это автор. Вот смотрите, образ автора. Вот представьте, вы видите, ну, коль скоро большинство из вас интересуется писательским, сценарным мастерством, да, давайте мы поговорим о сценарном мастерстве. Допустим, учебник по сценарному мастерству. Вот вы видите, учебник, автор один и автор два, да. Первый автор написал учебник по сценарному мастерству и второй автор написал учебник по сценарному мастерству. Вот мы смотрим первый автор. Кто это такой? Это автор многочисленных снятых сценариев, снятых всеми каналами телевидения. Драматург, которого, не будем называть имен, да, это такой сферический автор в вакууме. Драматург, у которого под сотню постановок в России и десятка два или три постановок в Европе. Да, человек, который выиграл все литературные, все драматургические премии, какие только можно. Автор романов-бестселлеров, которые там выдвигаются, входят в финал премий всяких литературных, типа большой книги и так далее. Автор романов-бестселлеров, которого печатают толстые литературные журналы, основатель школы, который много лет обучает людей писательскому сценарному мастерству. Да, вот один автор. И вот второй автор тоже написал учебник по сценарному мастерству. И это человек, который прочитал много книг по сценарному мастерству. Да, и мне случалось видеть таких авторов. Да, то есть, например, один бизнес-тренер написал книгу, да, и он считает своим конкурентным преимуществом, да, он говорит, я прочитал множество книг по сценарному мастерству. Вот два автора написали по учебнику по сценарному мастерству. И вы знаете эту информацию про первого автора и про второго автора. Вот чью книгу по сценарному мастерству вы купите? Сценарному или по писательскому мастерству? Первого или второго? Так. Мы что, разбудили внутреннего критика? Отстраненно много вопросов. Да, растолкали его немножечко. Так. Первого. Согласитесь, да? Наверное, первого. Вот Лада второго будет читать книгу. Так. Хорошо. Понимаете, да, зачем я вам это рассказываю сейчас? Не для того, чтобы лишний раз вам напомнить о своих заслугах, да? А для того, я думаю, что многие из вас покупали книги там «Букварь сценариста», «Пишется», согласитесь, да? Ну, если не покупали, то там скачивали в интернете. Я их сам выкладывал, отдавал. Ну, не я прям вручную, но там мой сотрудник выкладывал наши книги, выкладывал на рутрекер. Да? И выкладывал бесплатный доступ. То есть, понимаете, да? И есть автор, который сам по себе является магнитом, который притягивает читателя. При этом, например, вот я вам рассказал про себя, да? Вот я делаю то, я делаю все, я пятый, десятый, вот такие, такие, такие у меня заслуги. Да? И это повышает степень доверенности, доверия к моей книге, да? При этом, например, я не рассказываю вам о том, что я много лет работал в газете, что я был криминальным репортером много лет в Вологде, что я главным редактором стал в 20, по-моему, 5 лет, что в 30 лет я стал самым молодым за всю историю главным редактором журнала «Крокодилы», да? Я не рассказываю о том, что у меня двое детей, я не рассказываю о том, что у меня один внук, да? Сейчас уже рассказываю, естественно, да? Я не рассказываю о том, что я бегаю 17 километров в день, да? То есть, это все к книге не имеет никакого отношения, да? То есть, я рассказываю то, что повышает мою экспертность, да? Я не рассказываю про то, что я играл в рок-группе, например, да? Потому что это, ну, в данном случае не имеет никакого значения. И вот таким образом нужно формулировать, сформулировать сконцентрированно, что именно в вашей биографии заставит вашего читателя купить вашу книгу. Соответственно, если бы я, например, написал книгу о спортивной форме для сценаристов, да? О том, как сценаристу поддерживать себя в хорошей физической форме. Я, естественно, там написал бы о том, что я бегаю 17 километров в день. Вот сейчас отведу эфир и побегу с удовольствием свои ежедневные 17 километра. Вчера у меня был день рождения, я отвел два вебинара, а потом пошел и пробежал 17 километров свои. Потом сел шампанское пить с семьей. Так вот, как вы думаете, какой автор 100% гарантированно получит читателя? Вот что бы он ни написал. Так, самореклама не совсем так. То есть, естественно, мы должны заниматься саморекламой для того, чтобы рекламировать, ну, для того, чтобы продвигать свои книги. Мы должны заниматься саморекламой, естественно. Для того, чтобы делать саморекламу, об этом мы отдельно будем говорить. Последнее занятие в воскресенье как раз будет посвящено продвижению своего бестселлера. И дело в том, что для того, чтобы заниматься саморекламой, вы должны понимать, что именно о себе рекламировать. То есть не просто себя продвигать, а выбрать, что именно вы рассказываете о том, что вы продвигаете. Да, и, конечно, кстати говоря, наверное, имеет смысл добавить то, что первый из перечисленных мной авторов прочитал все учебники по сценарному мастерству. То есть все основные учебники по сценарному мастерству на английском языке он, естественно, прочитал. Это, ну не знаю, сотни три, например. Их больше, на самом деле, в Амазоне по разделу Screenwriting 3000 наименований. Сейчас, может быть, и больше. Но я читал эти учебники тогда, когда их вообще достать нельзя было. Только на английском языке их какой-то там лошадью нам передавали, привозили. Так, какой автор, да, какой автор гарантированно получит аудиторию? Автор, который является практиком, постоянно пишет, учится мастерству и у других профи. Так, хорошо. Автор, который прожил то, о чем пишет, смог настолько правдиво рассказать о вымышленном мире, чтобы читатель смог поверить нам. Так, хорошо. А если маленький опыт? Две книги в соавторстве, посты в соцсети и участие в марафонах писательства. Значит, образ автора не является козырем в данном случае. И не надо козырь выкладывать. Вот и все. Все очень просто. То есть, если нет какого-то опыта, ну, значит, не надо вообще об этом говорить. Так, какой автор гарантированно получит аудиторию? Автор, который пишет интересно. Нет, сейчас уже не о первой, второй, да, а вообще, какой автор получит аудиторию? Любят победителей. Была проблема, но автор справился. Согласен с этим. Так, Дока в своей области. Ребят, пока, вот в данном случае, пока правильного ответа нет. Здесь есть правильно. Ну, все, на самом деле, все, что вы говорите, это все правильно. Но там есть один очевидный, очевидный ответ, который забивает просто там 90% ответа. Автор, у которого есть некое отличие, яркое, может быть, как факты биографии и другие вещи. Это так, об этом мы сейчас поговорим. Участник событий, о котором рассказывает. Так, у которого уже есть аудитория. То есть, не говорить об авторе ничего, если опыт минимальный. Да, совершенно верно, да. Ну, надо смотреть, надо внимательно посмотреть на вашу биографию, понимаете, какая штука. Очень часто то, что нам кажется в нашей биографии, ну, таким обыденным достаточно и большого значения не имеющим, для других людей может быть, может очень высоко повышать экспертность. Например, я много лет уже делаю курсы по, и у меня есть тренинг такой двухдневный, живой, старителлингу для бизнеса. Я делаю, делаю, я про него особо не пиарю, не рассказываю нигде, даже фотографии не выкладываю, потому что чаще всего это все по ДНД. И это тренинги для топов бизнеса, тренинг по старителлингу для топов бизнеса и разных всяких крупных компаний. Время от времени я раз там в пару месяцев делаю, это там стоит больших, больших очень денег. Но, например, когда мы там вели какие-то переговоры по поводу какого-то тренинга и там, скажем, говорили о каких-то там моих заслугах, и, например, в числе прочего я между делом совершенно упомянул то, что мне, в общем, не казалось никаким моим конкурентом по имуществу. То, что я являюсь членом союза писателей и то, что я являюсь членом союза кинематографистов. Для меня это вообще ни о чем. То есть я вступал тогда, когда мы там несколько человек одновременно вступали, и я это воспринимал как общественную нагрузку какую-то. Я был вице-президентом гильдии, был членом комиссии приемной в союзе кинематографистов. То есть я, собственно, прочитывал сценарии людей, которых принимали в союзе кинематографистов. Я рекомендовал этих людей принимать или нет. То есть я это воспринимал как некая такая нагрузка общественная. Но оказывается, что для людей это прям сразу меня в их глазах подняло на несколько ступеней. Или, например, то, что я преподавал в Авгике. Для меня это, ну, как бы мне нужно было опыт набрать. Я ходил, преподавал во всех киношколах. И в Авгике в том числе попросил у нашей руководительницы, говорю, давайте я какой-нибудь курс проведу у ребят. И она мне сказала, о, давай по интернет-сериалам сделай авторский курс, три занятия. И я сделал курс. Вот, и я в некоторых аудиториях, я про это упоминаю, и люди такие, о, ты в Авгике преподавал. Ну, преподавал, ну и что такого. Много кто в Авгике преподавал. Да, то есть то, что для вас кажется незначимым, для другого человека может показаться очень и очень значимым. Так, да, есть, все, есть у нас правильный ответ. Автор, у которого есть аудитория. Автор интересный медийный человек. Да, то есть автор, знаменитый, тот, кто уже был известен до выхода книги. Артист, спортсмен, блогер. Вот Агата М. пишет абсолютно правильно. Да, то есть автор, у которого есть аудитория. Известный автор. Политик, например. Актриса. Вопрос к вам, друзья. Знаменитый ли вы? Известный ли вы? Напишите, пожалуйста, в чате. Являетесь ли вы знаменитостью? Мне кажется, что порой полезно задать себе вопрос. А являюсь ли я знаменитым? А, вот. Хороший лайфхак с союзом кинематографистов. Может быть, моя кандидатская степень тут пригодится для экспертности. Конечно. То есть, опять же, есть аудитория, в которой, если вы скажете, что вы кандидат наук, это сразу же вас поднимет на недосягаемую высоту. Так. Нет. Вот кто-то в узких кругах. В Аликанте. Да. То есть, соответственно, значит, ну, если вы в Аликанте будете продавать свои книги, то... Или в Аликанте. Не знаю, где правильное ударение представится. Вы там будете востребованы. Так. Хорошо. Есть. Идем дальше. Второе. Кто может получить большую известность? Автор, у которого есть какая-то уникальная история, о которой все знают. Например, уникальная история Волка с Уолл-стрит. Уникальная история Опры Уинфри. Да. Про которую все знают. Весь мир, вся ее потенциальная аудитория знает. Или, например, Диабло Коди, да, начала с того, что написала, я не помню точно, то ли роман, то ли со сценария она начала, по-моему, с романа она начала, о том, как она работала, роман или нон-фикшн книга, я не читал ее, о том, как она работала с трепетизершей. Да, то есть человек имеет некий уникальный жизненный опыт, про который он пишет. Или, например, у меня есть знакомая девушка, которая написала книгу, она проходила мой бесплатный тренинг еще 2000 лет назад в ЖЖ. И после этого тренинга написала книгу о том, как она излечилась от рака. И книга стала бестселлером. Вопрос. Есть ли у вас какая-то уникальная история, которую, если вы расскажете, не надо сейчас писать эту историю, не надо ее полить, да, просто вот есть она у вас или нет у вас такой истории? Если она у вас есть, то, соответственно, да, вы можете ее использовать для того, чтобы написать книгу бестселлера об этой истории. Так. Аликанте, да. Вот я тоже чувствую, как слово не ложится на язык. Так, уникальная история. Есть. Очень хорошо. Соответственно, если она у вас есть, то это козырь, который обязательно нужно использовать. Идем дальше. Автор, который сам по себе является историей. Да, то есть, который вроде бы ничего в нем такого особенного не происходит, да, но он все время транслирует свою историю. Да, он все время ее рассказывает. И вот, например, я не буду, наверное, называть автора конкретного, да, но тем не менее, вот я сейчас перешел по понятным причинам, да, Facebook в России забанен. Я из Facebook перешел в ВКонтакт. И ВКонтакте у меня была там страница, там было много достаточно, 4 тысячи подписчиков было. И я в какой-то момент закрыл ее вовсе, да, мне, потому что ВКонтакте как-то жизни особо не стало. Сейчас надо создавать заново. Вот я создал заново страницу ВКонтакте, у меня сейчас там типа 350 подписчиков, да, и народ постоянно пребывает. Кстати, если вы еще не подписались, то найдите меня ВКонтакте и подпишитесь. Там будет много всяких разных движух. И, соответственно, если YouTube, например, тоже заблокирует, то, скорее всего, дальше именно страница ВКонтакте будет базовой, и там все наши движухи будут происходить. Так вот, я написал пост, что типа, ребята, пришлите мне, я тут как бы осматриваюсь, не знаю, кто тут что, какие есть интересные авторы, пришлите, покидайте мне ссылок на интересных авторов. Вот, и мне скинули ссылку на блог девушки, которая, в общем-то, у нее в жизни ничего особенного такого прям серьезного не происходит, но которая интересно рассказывает про свою не слишком интересную жизнь. Не буду говорить про кого, не так это важно, да, то есть автор сам по себе является историей, да, то есть он, она рассказывает, она постоянно рассказывает какую-то историю про себя, да, и сама по себе становится историей. Да, то есть это некая трансляция такого сериала про человека. И в этом случае надо понимать, что сегодня автор – это не просто человек. Автор – это медиа. То есть, например, вот кто, что сегодня такое Ксения Собчак, условно говоря, да, или Акунин тот же, или Дудь, да, то есть это медиа. И если, например, вот сейчас, да, у них есть там каналы свои, там, страница в Фейсбуке, канал на Ютубе и так далее, и так далее. Допустим, закрывается канал Ютуб, да, то есть сам по себе канал, принадлежащий этому человеку, может быть подвергнут уничтожению какому-то, да. Человек переходит на другую площадку, да, вот я перешел с Фейсбука в Канта, да, и через какое-то время вокруг меня соберется моя аудитория. Займет какое-то время, месяц, два, три, да, но тем не менее там соберутся все, кто интересуется писательским сценарным мастерством, постепенно все там соберутся. Да, в любой теме есть звезды-авторы, вокруг которых собираются люди, и они переходят из одной соцсети в другую, да, то есть они сначала там сидели где-нибудь на прозеру, потом перешли в ЖЖ, потом из ЖЖ перешли в Фейсбук, из Фейсбук перешли в Инстаграм, из Инстаграма перешли там в ВКонтакт и так далее, и так далее, да, то есть и аудитория за человеком мигрирует из одной соцсети в другую. И очень часто так бывает, что там человек заводит, допустим, новую соцсеть какую-то, и первым делом такой, ага, ну вот я читаю там кого, ну, допустим, Ксению Собчак, да, ага, а какая-то, где тут Ксения Собчак, дайте-ка мне, я на нее подпишусь. Раз, человек находит ее и подписывается. Вы понимаете, да, что я не о конкретной Ксении Собчак веду речь, да, понятия не имею, чем она занимается, какие у нее страницы и что она там делает. Вот, но тем не менее, знаю, что вот есть известный персонаж, на которого, за которым люди мигрируют. То есть, важно, раньше, Маклюэн говорил, да, медиа это месседж, да, то есть откуда вы получаете сообщение, это месседж, да, сегодня этого нет. Да, да, то есть сегодня вы, неважно, вы не знаете даже, что вы читаете, да, то есть вы видите в ленте какое-то сообщение, это может быть сообщение журнала Economist или New York Times. Да, то есть у меня, допустим, в Фейсбуке, сейчас я пока еще не отладил ленту ВКонтакте, да, но в Фейсбуке, например, у меня было очень много англоязычных СМИ. Я много лет читаю, подписан там на все англоязычные СМИ, английские и американские. И, соответственно, очень часто я читал какую-то статью, читал какое-то сообщение и только потом обращал внимание. А, это же Economist, ну все понятно, британская точка зрения. Или, о, это New Yorker, ну понятно, американская точка зрения. И, соответственно, там можно делать какие-то выводы. Сейчас медиа больше не месседж, сейчас автор это месседж, да, то есть вы смотрите, когда вы видите сообщение, вы смотрите на аватарку и вы видите, ага, это вот этот вот написал. И вам важно, что написал именно этот автор, да, и вы дальше кликаете и читаете, допустим, сообщение про этого автора. И если автор переходит из одной соцсети в другую, то все его фанаты переходят вместе с ним. Соответственно, нам надо себя из себя создать некого персонажа, за которым люди следят. Да, то есть мы ведем некую жизнь публичную в соцсетях, за которой люди следят и, соответственно, да, вы их притягиваете. И дальше, когда вы пишете книгу или что-то продаете, делаете какую-то продукцию, неважно какую, они ее у вас покупают. И я хочу, чтобы вы пересмотрели вашу биографию и посмотрели на себя как на героя, героя истории, которую вы рассказываете. Каким должен быть герой? Это не должен быть герой, которому люди сочувствуют. Это не должен быть герой, которого люди жалеют. Это должен быть герой, на которого люди хотят быть похожим. То есть так же, как в кино, мы смотрим фильмы про героев, на которых мы хотим быть похожим. И так же в соцсетях мы следим за теми героями, на которых мы хотим быть похожи. И теперь давайте посмотрим на то, как нам из вас построить героев. Главное, что делает героя героем, это его суперспособность. Я называю это, если вы читали буквально сценариста, я называю это сокровище. Вот сейчас давайте мы поймем, что именно является... Так, что-то я вижу, ребята, у меня какой-то... Сейчас я отключу. У меня вылетают какие-то сообщения. Так, отключу уведомления. Почему-то у меня вылетают сообщения из Телеграма. Сейчас я отключу. Что является вашей суперспособностью, которую хотели бы получить ваши читатели, вашей книги? Так, проверьте, фейсбук у меня разблокирован. Нет, у меня не разблокирован. Я не могу зайти на фейсбук. Так, что является вашей суперспособностью? Моей суперспособностью является умение рассказывать истории. И я вокруг себя собираю читателей, вернее, писателей, сценаристов, людей, которые хотят научиться делать так же, как я. Научиться писать книги, бестселлеры, которые издают крупные издательства. Научиться писать сценарии, которые снимают все телеканалы. Научиться писать пьесы, которые ставят все театры и переводят на все иностранные языки. То есть, вот моя суперспособность. Я умею рассказывать истории. И, соответственно, ко мне приходят люди, которые хотят научиться рассказывать истории так же, как я. Так, не отступать и не сдаваться. Фантазия. Умение рассказывать, вселять уверенность. И, друзья, вот посмотрите, прям трезво очень посмотрите на это. Хотят ли люди это получить? Действительно ли хотят люди это получить? Что является вашей суперспособностью? И, соответственно, да, как только вы поймете, что это, нужно это транслировать. Нужно рассказывать о каких-то событиях в вашей жизни, которые транслируют то, что у вас эта суперспособность есть. Галина, доброжелательность. Вот как вы думаете, Галина, есть ли в этом мире вообще хоть один человек, который хотел бы приобрести доброжелательность? Так не продадите без цели. Так, умение смотреть на мир глазами любого человека. Еще раз, ребят, смотрите трезво. Как вам кажется, Александр? Хочет ли кто-нибудь, купит ли кто-нибудь такую суперспособность? Умею смешить. Хорошая суперспособность. Хороший рассказчик. Считаю себя хорошим рассказчиком. Отлично. Собирать вокруг себя интересных людей. Оптимизм. Годится. Умение слушать. Возможно. Вызывать эмоции. Да. Ломать рамки. Годится. Хотя тоже здесь лучше понять, ломать рамки в чем. Немножко сузить. Преодолевать жизненные трудности. Например, ломать рамки в бизнесе. Умение преуспевать в бизнесе, нарушая все правила. Преодолевать жизненные трудности, сохраняя позитивное мышление с высоко поведенствием. Слишком абстрактно. Ребят, надо конкретнее. Это немножко за все хорошее против всего плохого. Направляю людей на перемены. Я же не говорю, например, что моя суперспособность добиваться успеха. Ну, как бы. И что? Я говорю, пишу истории, которые люди покупают. Которые люди готовы покупать. Умею писать такие истории. Направляю людей на перемены, которых они остерегаются. Становлюсь сильнее в сложных психологических ситуациях. Умею сбывать свои мечты. Тоже слишком абстрактно. Хотя тоже это может быть такое. То есть я специалист по сбычи мечт. Может, может. Вполне может быть. Умение садаптироваться и выжить и преуспеть. В любом опыте видеть ресурсы. Извлекать из опыта уроки. Слишком прикопано. Надо поярче что-то. В смысле криптонит и скорость флэша. Тогда умение делать три дела одновременно. Писать два текста двумя руками. Очень круто. Очень круто. Хотя это немножко тоже аттракцион такой. Умею выпускать зеленый дым из ноздрей. В этом смысле гораздо лучше суперспособность. Умение прыгать с небоскреба на небоскреб. Что-то такое. Так. Вцепиться во что-то и не отпускать. Вставать. Умение приспосабливаться к любым обстоятельствам. Оставаться. Братцы, все пока слишком абстрактно. Чем абстрактнее способность, тем сложнее ее продать. Потому что это слишком общо. Ищите более конкретную, более нишевую суперспособность. Подумайте. Пока в основном я вижу очень-очень-очень-очень-очень-очень общие такие суперспособности. Нужно более конкретные. Более конкретные, более нишевые. Дальше. Следующие. Суперспособность. Следующее, что делает героя. Тайна. Причем тайна – это что-то, на что мы показываем и говорим. У меня есть эта тайна. И у меня всегда тайны… Ну, это просто так получилось, что я там на эмоциях проговорился некоторое время назад. Обычно я про это не говорил. Да, про то, что у меня больной ребенок. Ну, уж раз уж я про это сказал, да, ну, сказал. Вот. Но больше я про это говорить не буду. Вот это будет тайной. Да, то есть у меня всегда, моя семья всегда была тайной. Но я никогда про нее не рассказывал. Про детей, про своих. В том числе и соображений безопасности. Да, потому что мы понимаем, что когда человек известный, да, много разных неприятных вещей может с ним случиться. Вот подумайте. Есть ли у вас тайна? И используете ли вы ее как тайну? Да, то есть… Пишите ли вы о том, что у меня есть такая-то тайна? Да. Например, там, какое-то время тайной была моя жена, да, которую зовут Ака. Да, никто не знает, почему ее зовут Ака. Но этому есть некое объяснение. Вот. И я про нее тоже там… Ну, кто-то, может быть, имя ее знает, да, но более или менее ничего, хотя видели ее фотографию, да, но более-менее ничего про мою жену никто не знает. Про дочку тоже, да, то есть все знают о том, что у меня есть семья, что у меня есть дети, да, но не знают ничего про них. Да, то есть я как бы показываю, что есть у меня тайна, но саму эту тайну не раскрывает. Так, мне это стало понятно под дерево, была такая докатка о вашем сыне, да. Тайна рождения. Возможно, обучение у известно секрет кого. Не пишу, но не намекаю. Да, это может быть. Я обучался, обучалась у секретного мастера. Отлично, отличная тайна. Так. Есть моя тайна интроверт. Многие друзья даже не знают, что я не людив. Друзья, про тайну люди должны знать. Люди должны знать о том, что у вас есть тайна. Понимаете, да? Вы не просто скрываете что-то, а вы показываете и говорите. Вот здесь у меня тайна. Можно играть в это, кстати говоря. Можно прям забрасывать какие-то вещи такие и загадки загадывать, чтобы предлагать людям версии какие-то стройки. Интересно. Большое пространство для различных интересных взаимодействий со своими читателями. Дальше следующее. Это недостаток. Вот вы знаете, я в последнее время много думаю о недостатке. Есть такой писатель Лев Толстой. И в интернете очень много разных упражнений на тему того, что Лев Толстой плохой писатель. Например, есть кусочек, очень часто его цитируют, кусочек из крейцеровой сонаты, где, по-моему, 11 что ли раз в течение одного абзаца или 7 раз повторяется слово выражение. И люди пишут, типа, вообще так, можно писать. То есть, Толстой, добиваясь беспрецедентной выразительности, писал так, что если это вырвать из контекста, это становится плохо. То есть, может возникнуть ощущение, что человек вообще не умеет писать. При этом мы понимаем, что Лев Толстой это лучший писатель в мире за всю историю человечества. То есть, с ним никто не может сравниться. Шекспир просто покуривает по сравнению с Толстым. То есть, он лучше всех. То есть, это гений, которого круче Гомера. Значительно. Во много раз круче Гомера. И пока не превзойден. При этом, может показаться, что он пишет плохо. То есть, и наличие недостатка повышает ценность достоинства. То есть, наша задача не быть идеальными. Наша задача иметь недостатки. И вот вы здесь сидите на моем эфире. Ко мне люди приходят в мастерскую. При всем том, что я не являюсь выдающимся спикером. Я не Радислав Гондопас. Я экою, бэкою, мэкою. Могу забыть какую-то мысль. То есть, структурно могу поплыть. То есть, может все, что угодно произойти. Я позволяю себе это сделать. Но при этом, несмотря на все мои... Это, кстати говоря, очень часто, очень четко чувствуют люди, которые залетают со стороны. Со стороны кто-нибудь приходит и смотрит на какой-нибудь вебинар и говорит, это что такое вообще? Что за чудило тут сидит, заикаясь, экая, мэкая, что-то там мямлит. Вообще безумие. А люди, которые со мной давно и которые проходят там курс за курсом много лет, они этого либо не замечают, либо вынуждены с этим это терпеть. Почему? Потому что ценность такова, что она перевешивает все. Ценность того, что я даю. Или, например, на сайт ко мне залетает кто-нибудь, какой-нибудь дизайнер, да, и говорит, это что вообще такое? Ну, ты из какого 83-го года там этот сайт вытащил? Да, и я в таком случае говорю, ну, дружище как бы, ну, когда у тебя будут покупать курсы с такой скоростью, как у меня, за такую цену, как у меня, ну, тогда ты меня будешь учить дизайну. Да, и моя задача оттолкнуть тех людей, которым важен дизайн. То есть, если вам важен дизайн, идите до свидания. Я подожду тех, кому будет важно содержание. Понимаете, да, важно, что я не скрываю этот недостаток. Да, друзья мои, я этот недостаток не скрываю. Я его показываю и говорю, ребят, вот я эко, я бэкаю, я мэкаю, я заикаюсь. Вот такой этот сам. Так, дружище, злой гений, давай ты не будешь со мной спорить. Хорошо? Причем тут Шекспир, он драматург. Давай, давай, это самое, да, Шекспир пишет свои полотна в одиночку. Давайте мы, если я что-то говорю, то я знаю, что делаю. Идем дальше. Есть ли у вас недостаток, который вы можете показать и сказать, что вот это мой недостаток. И, соответственно, да, всюду, везде этот недостаток пиарить. С тем, чтобы это повышало ценность ваших достоинств. То есть, если вы будете стараться стать идеальными, да, люди начнут ваши недостатки выискивать. Если вы покажете свой недостаток, какой-нибудь заметный и очевидный, парадоксальным образом это будет повышать вашу ценность. Понимаете, да, о чем я говорю? Соответственно, вы можете, да, само продвижение вашего бестселлера построить на том, что, в числе прочего, да, вы показываете свой недостаток. Грамматические ошибки могут считаться недостатком? Конечно, разумеется, да, то есть, если вы, допустим, это дисграфия называется, да, то есть, человек, который пишет, да, но пишет с ошибками все время. Такой писатель, страдающий дисграфией, это шикарная история, абсолютно. У меня есть знакомый, который, он заикается, причем довольно сильно заикается, и он делает интервью, и он прям реально очень круто это делает, и это совершенно не мешает, да, то есть, вообще, ты это, через секунду ты это перестаешь замечать, да, и это даже какое-то обаяние добавляет. Так, комплекс самозванца, мой недостаток. Ребят, комплексом самозванца страдает 70% людей, то есть, ничего уникального в этом нет, найдите что-нибудь уникальное. Заикающийся спикер, это уникально, да, а творческий человек, страдающий комплексом самозванца, это не уникально. придумать тайну можно? Можно, но лучше взять что-то, да, что-то, что есть, оно будет естественнее работать. Так, не умею рассказывать о себе, начинаю смущаться, краснеть, бледнеть, смущаться, сбиваться. Лучше, давайте поищем еще что-нибудь. Так, раздражительность. Это может быть, да, то есть, если вы, например, доктор, вы раздражительный, хамоватый, да, тот самый, доктор Фил хотел сказать, как же это вот доктора-то звали, да, то есть, ну, на этом можно сделать, сделать образ такой. Так, если недостаток, нежелание социальных связей в виртуальном мире, если уютнее с живыми физическими лицами, которых можно трогать и нюхать. Может быть, такое, но сложновато, сложно будет объяснить, что это такое. Ищите, ищите проще, простое, яркое, заметное и парадоксальное. Попадаю всегда в какие-то нелепые ситуации. Это суперспособность или недостаток? Смотрите, вот еще что важно в случае с недостатком. Недостаток должен быть по ключевой компетенции. то есть, вот вы, например, если спикер заикающийся, это недостаток по ключевой компетенции. то есть, это недостаток, который несет угрозу. А если это просто недостаток, который никак не связан с тем, что вы делаете, то, что вы продвигаете, то он, как бы, оно не работает. так, боюсь большой аудитории, волнуюсь. Ну, это все боятся, ребят. Доктор Хаус, да, совершенно верно. Доктор Хаус. Я и много люблю Доктор Хауса. Да, то есть, доктор, от доктора мы ждем чего? Мы ждем, что доктор будет добрый. А он не добрый. Он мизантроп. Да, вот его не, ну, там еще, там прям набор недостатков. Он, по-моему, хромает, он наркоман, да, но самое главное, да, что это доктор мизантроп. То есть, доктор Хаус, что такое концепция? История доктора мизантропа. Все сразу же понятно. Так, настолько обычная жизнь, что не могу найти тайну. Ну, ищите. Или не используйте свою жизнь для продвижения вашего текста. Такое тоже может быть. То есть, есть авторы, у которых жизни вообще как таковой не было. Да, посмотрите, например, на Иоганна Себастьяна Баха. Да, то есть, человек родился, всю жизнь писал музыку, сделал 20 детей, из которых выжили четверо, по-моему, или шестеро, и умер. Все, никаких событий нет. И там, типа, и пару раз переехал из города в город. Родился, писал, умер. Никакой биографии, никакой тайны, да, то есть, ничего нет. То есть, вот всего того, что я вам сегодня рассказываю, это может у вас и не быть. Но если нет, тогда используем другие инструменты продвижения. Так, у меня тремор левой руки, все тексты набиваю, право и по ногу. Классно, очень круто. хромая экскурсовод, супер. Так, быков, а какой быковый недостаток? Епиходовщина. Да, есть такое. Да, то есть, человек несчастье. Особенно, если, например, вы епиходов, но при этом вы консультируете трейдеров. Да, то есть, вы в быту все время не везет, но вы там мега круто предсказываете какие-то там, тренды в бизнесе. Так, не люблю писать. Никто не любит. Наталья, вы не представляете, как я не люблю. У меня вообще только два состояния, когда не пишется и когда вообще не пишется. Да, то есть, когда настолько не пишется, что даже писать не могу. Вот, поэтому никто не любит писать. Не любя, садимся и пишем, а потом как-то расписываешься и уже и нравится. Так, по ключевой компетенции недостаток. 5 из 5 прямо в яблочко. Отлично. Например, у меня был один из менторов, который работал консультантом. А консультант это работа, требующая просто снайперской точности. А у него проблема, что он всегда опаздывает. Он прям, он всегда вообще просто вот ни разу не было. Мне кажется, он на собственные похороны опоздал. Он умер некоторое время назад, около года назад. Вот. И он рассказывал, с ним заключали контракт какое-то крупное госучреждение. Вот. И он им сказал, ребята, вы должны знать про меня одну вещь. Говорит, я всегда опаздываю. То есть на все наши встречи я буду опаздывать на полчаса. Если вы с этим окей, давайте работать. И они после этого сразу же подписали с ним договор. Понимаете, да? То есть он не сказал им, что ребята, все будет очень четко. мне будет... Если вы все равно готовы со мной работать, то давайте работать. Нет, ну, следующий. Так, говорить правду не тем людям. это как бы может быть ключевая история, если вам нужно, например, вашей работой является обманывать людей. То есть может быть такое, да? Ваша работа обманывает людей, а вы все время говорите правду. Вот в этом случае, да, это может быть недостатком. Так, пишу смешно, динамично, в реале не людина. Не очень понимаю, что из этого является... Или смешно эта суперспособность, да, а нелюдимый это недостаток. Может быть, кстати, все юмористы, которых я знал, все были очень такими мрачными, мезантропичными, нелюдимыми людьми. Как вы понимаете, если я работал в журнале «Крокодил», я видел всех юмористов, которых вы сейчас знаете. И обучал, кстати, какое-то количество ребят из Камеди Клаба. обучал писать сценарий в свое время. Так, может ли быть профессия недостатком? Надо посмотреть. Если, например, ваша профессия противоречит вашему призванию, да, то есть, условно говоря, вы там, не знаю, налоговый инспектор, а пишете романы про, не знаю, а пишете порнографические романы, например, гениальные, да, в этом случае, да, ваша профессия, наверное, будет недостатком. для такого, для образа автора таких текстов. Или, например, вы губернатор и одновременно стендап-комик. Да, в этом случае, я думаю, что ваша профессия будет недостатком, который вы можете использовать и постоянно обстегивать. Так, как у меня был один знакомый, который работал в морге, и он был гитаристом, да, и про него всегда, все время всегда говорили, о, чувак работает в морге. Он сразу же становился интересным, да, то есть, очень веселый парень, очень оптимистичный, но при этом, вот, человек с утра до вечера вскрывал, вскрывал мертвецов. И, будучи гитаристом, естественно, он сразу же становился для всех интересным. Так, опаздываю, хорошо, идем дальше. Я знаю одного руководителя государства, который тоже, например, опаздывает на все встречи, вот, и ничего, в принципе, как-то, да, работает это. Так, дальше, следующий, следующий вопрос. Есть ли у вас цель? Вот, есть ли, вот, если спросить, зачем вы живете, что является целью вашей жизни, вот, есть ли у вас цель? Можете написать, что является вашей целью, или написать просто, если там скрываете, да, что, да, есть такая. Например, цель моей жизни это создание универсальной системы повышения продуктивности творческих людей. Да, я ее в свое время сформулировал, я ее везде декларирую, да, то есть это заявленная цель моей жизни. Вот, все, что я делаю, это создание этой универсальной системы. Да, и вот этот вот эфир и этот тренинг, который мы с вами ведем, да, это есть часть этой системы. И, соответственно, я понимаю, что людям, которые за мной идут, им важно, чтобы я эту цель, этой цели достиг, да, чтобы я эту систему сформулировал, да, работающую систему, которая может раскрыть потенциал человека творческий максимально, который в идеале сможет сделать неталантливого автора, сделать талантливым, гарантированно дать возможность человеку гарантированно написать текст, который будет работать как крутой художественный текст. Понимаете, да? То есть, вот я хочу создать такой курс или такой учебник, который люди прочитают, сделают все, что там написано и станут гениальным автором. Вот это моя цель. Так, и подумайте о том, будет ли интересно читателю, зрителю, потребителю того, что вы делаете, чтобы вы достигли эту цель. Да, например, цель бизнес-тренера создать тысячу миллионеров, человеку, который покупает у него курс. Конечно, он хочет, чтобы ты создал тысячу миллионеров, потому что одним из этих миллионеров буду я. Так, помочь выходцам разных культур эффективнее общаться. Сформулирую. А как вы поймете, что вы уже помогли? Да, то есть, вот в моем случае совершенно четко я пойму, вот если я создам такую книгу или курс, который сможет среднего автора сделать талантливым. Все, моя задача выполнена. И я все время к этой задаче приближаюсь, да, я все время, каждый курс мой постоянно изменяется, докручивается, 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 да, для того, чтобы повысить эффективность. Так, хорошо. Подумайте и сформулируйте ее так, чтобы вы могли ее заявить как цель и показывать зрителям, что вот это цель, к которой я иду, и тогда люди пойдут за вами. И это должна быть цель не только про вас, да, то есть, если человек говорит, цель моей жизни купить домик у моря, ну, окей, хорошо, почему ты не поищешь кого-нибудь, кому не пофиг, да, понимаете? Почему я должен сочувствовать твоей цели иметь домик у моря? Ну, может быть, наверное, можно, если интересно рассказывать, как вы к этому домику у моря стремитесь, можно заинтересовать тем, что вы, что зрители захотят, чтобы вы этот домик у моря получили, но это труднее сделать. Хорошо, дальше. Есть ли кто-то, что вам мешает достичь вашей цели? Есть ли у вас какой-то противник, есть ли у вас какой-то антагонист, который мешает вам достичь вашей цели? Он может быть, его может не быть. Может быть, есть, может быть, нет. Я не люблю, например, такие вещи, да, не люблю, не люблю хейтерство, не люблю антагонизм, да, не люблю конфликты, поэтому я этот инструмент не использую. Вы наверняка, те, кто много меня знает, да, знают, что у меня эстетическое правило сто процентов действующее, да, я никогда не критикую коллег, да, особенно тогда, когда коллеги про меня пишут гадости. Это происходит довольно часто, да, я никогда не отвечаю, да, то есть я никогда не устраиваю конфликты и на конфликтах не пытаюсь, не пытаюсь создавать себе имя. Но это вполне рабочая методика, да, то есть и вы можете видеть огромное количество людей, которые именно на хейте, на разоблачениях, на ненависти делают, делают себе свое имя. Потому что, ну, это рабочий инструмент. Если вам, например, это подходит, ну, пожалуйста, почему нет? Вот прямо сейчас Аяс Шабудинов прикольный чувак, мне нравится то, что он делает, мы знакомы, я несколько раз на его мероприятиях выступал, знаю, что он внимательно очень мои книги читал и цитировал в своих книгах, но вот его все время хейтили, да, и есть там некоторое количество людей, которые на хейте Шабудинова сделали себе имя, да, то есть они были никому неизвестны, но они стали его хейтить и на этом поднялись, и Аяс начал ответную кампанию и эта кампания стала всем невероятно интересна, он тут же там мгновенно набрал 100 тысяч подписчиков в Телеграме, да, и люди ходили на эфир и смотрели, как он разоблачал своих разоблачителей, и всем это было интересно, почему? Потому что конфликт, понимаете, да, понятно, что сейчас две недели назад он сказал, так, понятно, что тут что-то идет не так, и сейчас там все совсем по-другому, и кстати, и люди смотреть стали меньше, поэтому вот я вам просто даю инструмент, объявите кому-нибудь войну, только не мне, да, потому что я сразу сдаюсь, за неявкой противника, что называется, мне это все неинтересно, вот, но это рабочий инструмент, найдите кого-нибудь плохого и устройте с ним конфликт, и дальше нужно понять, что произойдет, когда вы, что получит читатель, если вы добьетесь своей цели, вот для читателя, чем будет хорошо, если вы своей цели добьетесь, что получит читатель, вот, прям подумайте сейчас, задайте себе вопрос этот, и напишите в чате, что получит ваш читатель, если вы добьетесь своей цели, мой читатель получит возможность, не будучи талантливым писателем, например, да, а сомнения в собственном таланте есть у каждого писателя, да, то есть не будучи уверенным в том, что он талантливый писатель, человек возьмет, сделает там 42 действия и станет талантливым писателем, гарантированно, вот это то, что я хочу сделать, 42 действия, 182 действия, да, не знаю сколько действий, так, инструкция по применению на все оставшиеся времена, вот что выиграет ваш читатель, если вы добьетесь своей цели, воодушевление на поступки, преодоление страха, получит возможность попасть в это пространство, решить свои вопросы, так, есть, ответ на многие вопросы и сомнения, так, расширение картины мира годится, так, жду, у меня все же очень тихий звук стал, не понимаю, в чем дело, может быть я молчу просто, так, обстоятельства могут стать этим мешающим, вот обстоятельства, за этими обстоятельствами всегда кто-то стоит, кто стоит за этими обстоятельствами, которые вам мешают, читатель сможет открыть еще одну свою сторону, как созидатели, так, погружение в фантастические миры, ответ на схожие проблемы, скорее ответ на схожие проблемы, так, мой читатель получит возможность написать книгу семейной истории, оставить после себя память своим потомкам, очень хорошо, очень четко, очень четкий, 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 узкий, нишевый запрос, это прям классно, несмотря на все лечение, которое, возможно, если я не излечилась, потом взяла себя в руки и излечилась, так, если я правильно понял, что вы имеете в виду, так, место, где можно укрыться и найти помощь, увидит возможность изменить жизнь из любой точки, созерцание проживания жизни в разных странах и культурах, уверенность в том, что выход есть, так, антагонисты, иногда я сама и моя неуверенность, это надо показывать, да, то есть нужно показывать, вот моя моя субличность, которая против меня делает то-то, то-то, да, и как бы вы это раздвоение личности показываете, становится интересно, есть внутренний конфликт, становится интересно, интересно, не могу решиться, вот это делать или это, читателям сразу становится интересно, научиться принимать решения, хорошо, вопрос, если у вас не получится достичь вашей цели, чем это будет плохо для вашего читателя, и будет ли ему вообще плохо, или ему пофиг, вот я, например, точно знаю, что если бы я не делал все, что я делаю, начиная с 2008 года, писателям, и не только в России, да, а всем, кто на русском языке пишет, потому что у нас много со всего постсоветского пространства люди приходят в мастерскую, да, люди не получили бы инструментов для того, чтобы начать писать, то есть им бы так и говорили, научить писать нельзя, да, у тебя либо есть талант, либо нет таланта, я говорю, что талант это один из факторов, а помимо этого есть еще там десятки других факторов, да, и нужно делать первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, и вы получите результат, то есть огромное, если бы я не делал то, что я делаю, огромное количество людей никогда бы не написало бы ничего за всю свою жизнь, вот так выглядит поражение в случае, если я не достигаю своей цели, вот если вы не достигнете вашей цели, чем это будет плохо для читателя, то есть, ну, например, я могу сказать, что, ребят, вы знаете что, вот достали меня уже хейтеры все, да, я закрываю мастерскую, больше не буду ничего делать, удалю все, все свои вебинары, все свои тренинги, выложенные в открытый доступ, делайте, что хотите, и я думаю, что огромное количество людей, да, перестав получать эмоциональную и экспертную подпитку от меня, да, перестанет писать просто вообще, и так и не станет писать, так, не хотелось бы обман, а при чем здесь обман, ребят, речь идет не об обмане, речь идет о том, что вы говорите, что если я этого не сделаю, то вам будет плохо, потому-то, потому-то и потому-то, перестали писать, подарю надежду своей книге, потеря смысла, если я не сделаю, то писатель будет тратить свое время на поиски информации, которая приведет их к цели, да, то есть вы говорите, ребят, я потратил на это 10 тысяч часов, если я этого не сделаю, да, то вы будете тратить 10 тысяч часов на это, а можете потратить 5 часов, так, это будет плохо тем, что мой читатель не узнает, как сильно я его люблю, а хочет он, чтобы вы его любили, так, не получит возможность увидеть мир, как шахматную доску, хорошо, читатель не получит пример выхода из схожих ситуаций, окей, потеря надежды, так, нет, не удаляйте пока, но мы посмотрим еще, посмотрим на ваше поведение, так, не узнает много интересного из того, что знаю я, окей, хорошо, вот все эти вопросы я хочу, чтобы вы все время имели это в голове, да, то есть чтобы вы все время себе задавали, да, и вот эта история, которую мы все время транслируем, да, история человека, у которого история героя, у которого есть суперспособность, у которого есть тайна, у которого есть недостаток, у которого есть цель, который идет к этой цели, и если он дойдет, достигнет этой цели, он получит, вы, зрители, получите вот это, а если он не дойдет до своей цели, вы не получите вот это, дойдет будет хорошо, не дойдет будет плохо, Вот эта история, которую вы транслируете в ваших суттях, рассказываете вашим читателям, как некий многолетний сериал. Хорошо, все посмотрел. Идем дальше. Теперь я попрошу вас в свободной форме написать задание на эти сутки, написать о себе так, чтобы вы выглядели как человек, который может решить проблему читателя. Мы сформулировали проблему читателя. Напишите про себя так, чтобы вы выглядели как человек, который может решить проблему читателя. И то, что вы напишите, дальше вы можете использовать в качестве своей биографии, в своих соцсетях, в качестве профиля, в качестве информации о себе. Сформулируйте ее и зафиксируйте. Вот моя история такая. Это домашнее задание. Готов, если у вас есть вопросы ко мне, готов на них отвечать. Пока вы формулируете вопросы, я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс Роман. Места пока есть. Если живете за границей, торопитесь оплатить сегодня или завтра, потому что послезавтра такой возможности уже не будет. Потом, я думаю, через какое-то время что-то изменится или мы найдем какой-то способ обхода этой проблемы. Собственно, большой беды в этом нет, потому что когда наша мастерская запускалась, тогда вообще не было еще возможности оплаты из-за границы. Да, она появилась позже. Поэтому, как бы, и мне люди писали там из Америки, из Франции, говорят, а как оплатить? Я говорю, да, никак. Вот. Ну, как бы, буду учить людей из России, что же делать. Тоже не является это для меня проблемой. Просто мне бы хотелось, чтобы мастерская все-таки переходила границы. Так, вопросы. Да, это история про себя, естественно. Вы должны написать о себе. Да, то есть, и вы о себе. Это о себе будет, например, чтобы это могло бы быть на задней странице обложки вашей книги. Так, на какой платформе будет обучение курса Роман? На платформе GetCourse. На сегодня это лучшая образовательная платформа в мире. Так, много написано. Сколько напишите, столько и напишите. Дать вам ограничение по знакам? Ну, давайте дам. Две тысячи знаков. Как перестать себя обманывать? Перестать обманывать себя нельзя, но можно начать себе говорить правду. То есть, если вы начнете себе говорить правду, чем больше правды вы будете себе говорить о себе, о мире, в котором вы живете, тем меньше вы будете себя обманывать. То есть, фокусируйтесь не на обмане, а фокусируйтесь на правде. еще вопросы если вопросов нет тут тогда можем финалить я вижу мы уже полтора часа с вами работаем тема большая обширная достаточно понимаю что может показаться сложной но без нее без нее просто никак правильно ли я понял автор тоже должен руководствоваться при принципам не вреди в данном случае писать читателю смотрите нет писательской полиции да то есть никто вас не будет заставлять никто не будет заставлять вас не навредить никто не будет следить за вами есть книги которые безусловно являются вредными не буду их называть но я думаю что я считаю что такие книги есть но понимаете какая штука дело в том что со временем вред из книги выветривается да и человечество учится если книга талантливая да человек учится получать человечество учится получать пользу для себя из любой самой вредной книги так get курс принадлежит дакет курс принадлежит моим друзьям я лично знаю основателя этой компании это российская компания ее не закроют совершенно точно если ее закроют вдруг что-то случится есть запасной запасной вариант есть сервис анти тренинги он тоже российский тоже я знаю очень хорошо основателя антона ельницкого мы перейдем на анти тренинги слом закроют get курс и еще раз ребят закроют get курс перейдем во вконтакте закроют вконтакте перейдем в telegram то есть я буду учить закроет еще что-то вот буду здесь у себя в спальне буду учить людей да то есть пока я жив я буду учить людей сценарному мастерству поэтому вернее давайте так говорить пока жив и на свободе если меня посадят в тюрьму тогда конечно наверное вряд ли уже я смогу кого-то чему-то учить но в этом случае опять же у меня есть договоренность с моими учениками в этом случае они подхватят и они будут вести курсы то есть курс будет проведен в любом случае может ли быть фишкой как раз неопытность автора конечно конечно более того есть игры связанные с этим я сейчас не помню есть девушка одна автор который был 30 по 4 36 лет которая сочинила миф о том что роман который она написала написал по моему 11-летний что 11-летняя девушка 12-летняя и всем сразу стало интересно да то есть 34-летняя не интересно да а 12 лет интересно это конечно ну такая мистификация но в целом да вполне 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 это может быть неопытность автора да ни разу никогда не чем ничего не писала вот первый роман написала и сразу сразу в топ да может быть так надо подумать ну подумайте и завтра тогда зададите так вопрос потенциальных читателей больше будет интересовать автора которым много чего известно или автор происхождение деятельность которого окутаны тайнами я бы делал так я бы информацию выкладывал бы по частям об автор об авторе да например вот есть акунин да сначала всем было интересно а кто такой акунин да понятно что это какой-то известный чувак скорее всего и акунин сам рассказывал в интервью что он находился в одном помещении с коллегами и коллеги при нем гадали кто же такой акунин он дико веселился по этому поводу на вот и потом в какой-то момент он раскрыл этот свой псевдоним я помню когда это случилось он пришел на программу итоги и собственно там этот псевдоним был раскрыт вот а другой есть такой автор мастер чей который сразу же раскрыл свой псевдоним всем сразу стало неинтересно вот поэтому так если пробовала писать сценарий в 80-м году надо было защищать диссертацию кандидата химических наук я думаю что а что что в этом интересного ну как бы не не вижу в этом конкурентного преимущества если автор учится по прав книги и пишет об этом книгу с посылом я смогла ты сможешь и не волшебники только учусь надо пробовать не знаю может быть если автор малоизвестен есть ли шанс написать конечно же есть ребят вот все что я вам говорю сегодня да если например у вас этого нет ну значит не используйте просто этот инструмент я не знаю нет единственного инструмента который сделает вас автором бестселлера да но в течение этого курса и в течение курса роман да я дам вам десятки разных инструментов кому-то подойдет одно кому-то подойдет другое но обязательно для кого-то для каждого найдется какой-то инструмент который сработает в тюрьме тоже есть талантливые люди ну вот как-то по моему уже там там больше уже талантливых людей чем на свободе так у вас в контакте у нас контакте не работает напишите ссылку на свой телеграм но найдите если у вас не работает в контакте значит у вас к я не помню просто наш телеграм найдите мою страницу в фейсбуке да то есть если у вас не работает в контакте значит у вас работает фейсбук и вот там последние два поста это ссылка на наш телеграм и ссылка на наш этот сам так просто я купила этот курс из-за границы ну смотрите сам сервис не отключат а из-за границы он тоже работать будет да то есть даже если попытаются скажем там каким-то образом закрыть то есть отключить интернет в россии не получится он все равно будет работать да это теперь работа вот татьяна скинула ссылку на в чат телеграм-канал мастерской вот можете можете подписаться там ежедневные ежедневные обновления так псевдоним нужен или необязателен смотрите может быть всегда ним отдельная большая тема и здесь надо смотреть надо думать у меня был псевдоним на начальном этапе мои первые два романа были вы вышли под псевдонимом александр кузнецов меня это очень сильно расстраивает я бы никогда в жизни не взял псевдоним почему потому что но я хоть всегда хотел видеть свою фамилию на обложке мне она нравится меня никаких негативных ассоциаций с ней нет вот и наоборот когда меня просто издательство заставила когда мы подписывали договор там был автор которого зовут андрей молчан а на обложке у них только литера до 1 и соответственно на обложке было бы и моих его романов а молчана и они сказали нам это как бы не подходит придумай псевдоним и мне пришлось взять псевдоним александр кузнецов а вот и меня мне реально это очень сильно вымораживало поэтому здесь надо смотреть есть люди которым там скажем не нравится своя своя фамилия вот и они или им кажется что она там смешная какая-нибудь у меня был коллега с которым мы мы в то время очень сильно дружили которого зовут дмитрий грунюшкин он работал у моего папы в редакции в газете и вот мы вместе с ним собственно пробивались как писатели в эксмо потом наши пути разошлись через какое-то время и он считал что вот с фамилией грунюшкин автор боевиков не может существовать вот и он взял псевдоним и соответственно там романы публиковал под этим псевдонимом вот может быть такое если вам кажется допустим что фамилия там неблагозвучное еще что-то да можно поменять почему нет хорошо мне кажется вопросы потихоньку иссякают вы уже устали на сегодня я предлагаю закончить и мы увидимся завтра здесь же в так на фейсбуке написали что вы закрыли профиль а ну да ну там просто там тяжело стало увидимся здесь же завтра в 14 часов на следующем уроке нашего тренинга технология бестселлер спасибо и пока пока